Мы заедем в гости к вам, я, Кузьма и Андрей там, и поможем вам себя почувствовать свободно. Образ ваш мы поменяем, их же сумнів немає, чтоб, как впрочем, оказалось, жить это модно. Коженые субботы я приходжу в ваш дом, чтобы вникнуть в суть проблемы. Ну, хочется мужа дома видеть, и хочется, чтобы все-таки была семья. В ванне видно, чітко не вистачает чиновничьей уваги, и все выражается теперь на меня. Я, Кузьма и Андрей там, мы повернем вам гармонию, потому что мы профессионалы. Разом и с внешним может меняться и внутренний свет люди. Там красиво одягнет, а я просто сделаю вам свято, потому что жить и модно. Лучший ребенок на облоге Андрей Викторович. У нас папа часто в командировках, на выходных его нету, на праздниках. Хотелось бы, чтобы его дети видели, и чтобы он принимал больше участия в их воспитании и видел, как они растут. Не хватает внимания, в первую очередь, как женщине, наверное. Хочется изменений себя в какую-то лучшую сторону, чтобы он, наверное, вспомнил, что-то у него ойкнуло где-то. В каждой семье любой нормальный мужик – это кормилец. Он работает и обеспечивает свою семью, но в многих случаях его работа является яблуком роздора. А тезь – трудоголик, поздно повертаешься с работы, когда уже все сплять. Зранку йдешь на работу, когда домочадцы еще не проснулись. Понятно, он готов на все, только бы его семья жила в достатку. Но, как следует, деда забывает, как выглядит тато, и женщина забывает, как выглядит коханый человек. Чи можливо дати ему зрозуміти, что его увага для детей коштует больше, чем шоколадка? Сегодня мы попробуем разобраться в тех проблемах и доказать людям, что жить. Это модно. Ай, ай, ай! Что в той пор, 31-я, мое быть где-то здесь. Дальше побачим героиню. Добрый день. Добрый день. Оля, я Кузьма, расскажу о вашей проблеме. Я не Оля, я не подружка. Боже, извините, а хоть едем? Конечно, я проходит, пожалуйста. Заходим. Олечка, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Я Кузьмич. Я Оля. Слава Богу. Привет, Иван. Это Дарий. Привет, Дарий. Джуниор, чему мы вот тут цели? Ой, знаете, очень обидно, что вот имеем папу, а вроде как не имеем. Все время на работе у нас папа. Не, но работа-то не женщина. Ну, я понимаю, что хорошо заработать, но все, что же не заработаешь? С кем пропадает часто, да? Да, у нас командировки частые. Ну, почти то сколько раз в месяц? Ну, на месяц раза два-три мы его видим. Но чаще всего он приходит уже поздно вечером, где-то десять или один. А, то есть уже семья в отрубе? Ну, он хоть папу признает, если... Ну, так признает, еще не совсем дядя. Ну, так чувствуем, что скоро будет. Маня, а тату тебя возил часто в школу? Ну, когда мама была в больнице еще. Тогда он меня возил. Когда мама уже приехала из больницы, я уже сам ходил в школу. Олечка, я себе думаю так. Зараз берете манатки и идете потихоньку в Дримтаун. А я, с твоего дозвола, по хозяйничаю чуть-чуть дома. Субтитры делал DimaTorzok «Увы, не пахнет». Так я что-то не понял. В тату шоу, одни штани, то все оле, ну, оказывается. Ні, от того, напевно, батяну, бо, насколько я знаю, Том Тейлор для дьявок ничего не робит. Все в перемешку. Замерите там? Все в перемешку. На одном я шокую его речи и ее речи. То есть, я так думаю, он настолько редко приходит, что и речи уже смешались. Забываешь, кто в чом ходит. Одне из наибряннейших, что я тут нарив. Что хочу вам сказать, краем ока заметил, что малий пробует тягнуть инициативу разговора на себя, что означает, что брак человеческой уваги. Он, как бы мог, то бы и сев мне на колено. Вот, если бы его не бил мухобойковый режиссер и сказал, что мальчик не лезь в кадр. Штани и юбка тоже, может быть, довольно унисекс. Я бы вот к кому ходил. Нехава это такие фасоны. Милитаризованная довольно семья. Я думаю, что мы разнообразим для Андритана сегодня выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Я тебя прошу, слушай, убери ее. Потому что ты на автоматы дивишься каждый день по пару раз, знаешь. Не, я просто тебе хочу, моя мечта тебя красиво одеть. Смотри, кстати, жилеточка называется Only You. Специально для тебя. Короткая джинсовая жилетка, выглядаю легче. Ну я, на концерте их можно приколоть. Давай, покажи, что ты там привез. У нас сегодня мы будем иметь справу с работоголиком. Это мужское или женское? Вот у меня та самая дилемма была, да? Смотрите. Так. Та самая тема, да? Не, ну если малиновым поясочком подвязать, тогда, в принципе, может быть и женский. Когда проблемные моменты, Only... Так, осторожно. То самая дорогая вещь в гардеробе у них. Люрекс. Уже давным-давно не в моде. Вот. А это... Царь колокол. Не, 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 тихонько. Это, наверное, юбка из нашей рубрики «Очемелые ручки». Из трех джинсов сделала себе юбку. Короче, чувак пропадает на работе, я не досказал. Детей не бачит, женку не любит. Корею, да? Ну, он любит, но не... Ну, как ты, да? Что ты сразу... А что? Армянский Георгий. Жора Армани. Слушай, это он такого большого размера. Он пропадает на работе, потому что нужно заработать бабки. А где эти бабки, вот, по прикидах, что-то я не бачу. Ну, ты знаешь, я не знаю, как после такой одежды муж будет спешить домой. А как он может спешить, если вы одеваете мешки для танков? В общем, проблема у нас большая. Сегодня мы ее, дело, одеваем сексуально, красиво, валютно и дорого. Короче, я думаю, дядю требует сегодня с работы свиснуть, потому что для них то на уровне фантастики. Главное, чтобы было весело. Ты же умеешь. Золотица разочайная. Ладно, придумаем. Давай. Олечка, здравствуйте. Здравствуйте. Боже, лицемер, гнам на ваш гардероб, ужас. Так, я и буду продолжать это делать, потому что, Оля, ну как можно себя не любить, чтобы ходить в этом? Вот ты себе плачешь вообще? Ну, серьезно, скажи, вот где в таком можно появляться? Вот где, скажи. С ребенком. В гуляющей парке. Вот из всего мне понравилась вот эта плачь. Оставь себе. Спасибо. Парадно-выходной или как? Ну, типа того. О, товарищи, у нас же дела. Так, и вообще, давай, давай, удаляйся. Нет, так я не пиду, не выгоняю. Скажи, пиде, будь ласка, Андрею Викторовичу? Иди, пожалуйста, Кузьма. Викторович. Так, где, 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 где вот этот автомат? Пиду. К этому плачу я бы вам посоветовал обязательно утягивающее белье, которое делает талию на 10 сантиметров меньше. Вам нужно одевать всегда вот такие туники, все правильно, но можно немножко покороче. Брючки, которые ровные, но не такие, потому что это сильно свободные брюки. Ну, и касательно рукава тоже три четверти, но вам бы я посоветовал все-таки использовать максимально широкие плечи, потому что у вас будет очень узкий торт, казаться. Давайте-ка все сейчас это применим на практике. Давайте. Поэтому пойдем-ка по магазинам. Вот он, рай красивой одежды. Олечка, скажи мне, пожалуйста, ты любишь ходить по магазинам? Ну да, конечно, люблю ходить по магазинам. А часто это делаешь? К сожалению, не получается сейчас. С ребенком сильно не выпишешь. Да.